Приветствую вас! Исходя из той информации, которую вы предоставили, я могу сделать вывод, что мужчина стыдится того, что он скрывает. И он боится, что вы будете о нем хуже-хуже думать, если, или, как уже теперь, после того, как узнали его сайну. И мужчина, конечно же, приехал, чтобы повидаться с вами, я надеюсь, это, в общем, понятно вам. Я надеюсь, что это совершенно очевидно, да, что он хотел увидеться с вами, но, по сути, ему нужен был повод, этот повод он нашел. Но, видимо, тогда, когда-либо ему самому было выиграно, удобно, либо, если что-то еще в его жизни случилось, то теперь он почему-то, ну, как бы, позволил себе с вами увидеться. В действительности, это была такая, знаете, пробная такая встреча. Мужчина просто проверял, как вы к нему относитесь, так же ли вы к нему относитесь или по-любому как-то. И, судя по тому, что вы написали, я могу сделать вывод, что вы, по мнению мужчины, относитесь к нему дальше. Это значит, что если чувство к вам у него есть до сих пор, то он, скорее всего, вновь будет проявлять вам свое внимание. Значит, вы правы в том, наверное, чисто интуитивно вы правы в том, что вопросов задавать не нужно было. Эти вопросы, они бы еще больше его отбукнули бы от вас. Возможно, тогда ваше общение сложилось бы несколько хуже. Вот. То есть, здесь вы и поступили, в принципе, верно. Что нужно, основное сказать мужчине, это то, что, вот, знаете, когда, ну, вот, момент, момент, когда вы находитесь относительно большой, относительно полной духовной близости, да, вот, в этот момент вам нужно сказать мужчине только то, что этот обман, который у него был, и что он скрывал, никак не влияет на ваше отношение к нему. То есть, покрыть вам все равно. Вам нужно именно проявить свое безразличие по факту сокрытия мужчины, как всегда, обстоятельств. Вы их не раскрываете, поэтому мы, соответственно, вынуждены говорить в общем. И вот именно ваше безразличие поможет мужчине расслабиться, перестать ожидать от вас чего-то негативного. Даже если это не так, он то все равно ожидает. И благодаря этому у вас появится шанс отношения нормализовать. Конечно, при условии только, что у мужчины есть чувства к вам. То есть, чувства настоящие, искренние, теплые и так далее. Потому что, по описанию, ну, можно немножечко сомневаться в этих чувствах. Потому что, все-таки, если бы он хотел с вами быть, то он бы, ну, я думаю, нашел бы способ с вами встретиться. С другой стороны, у каждого человека это можно по-своему. И давать столь глубинную оценку мужчине я не буду, потому что слишком мало информации для этого. Делать это, я считаю, ну, в данном случае просто-напросто невозможно. Вот, и поэтому тут уже вам самую нужную проплату придерживаться определенной стратегии поведения. А там уже будет вид, как мужчина будет себя проявлять по отношению к вам. Вот и все. В принципе, это единственное, что вы можете сделать в данной ситуации. Надеюсь, действия вашего мужчины я вам раскрыл. Теперь они вам будут более понятны. И вы сможете свое поведение корректировать адекватно, в зависимости от того, как мужчина будет вам себя проявлять. На будущее я бы не рекомендовал вам вновь проявлять инициативу. Пусть мужчина сам, если он хочет, пусть он сам высказывает желание, высказывает потребности в вашем виде. Потому что вы уже сделали более чем достаточно для того, чтобы быть вместе с ним. С другой стороны, вы не совсем верно поступили, когда сказали ему о том, что узнали о его обманах. Когда человек находится в некоторых отношениях с другим человеком и при этом узнает какие-то важные вещи для него от третьего лица. Это всегда очень неприятно. И на будущее, если в такой ситуации вы окажетесь еще раз, я бы не рекомендовал вам давать мужчине понять, что вам что-то известно. Узнали? Узнали, хорошо. Пусть это будет вашим знанием. Но мужчине об этом говорить не нужно. И если он будет готов сам, он вам расскажет. Вам нужно, если только проявить соответствующую реакцию, чтобы показать мужчине, что вы не знали. То есть выглядеть задевленным. И тем самым законодать ваши отношения. То есть для того, чтобы отношения поддержим, чтобы их строить, иногда приходится немножечко хитрить. Иногда приходится немножечко идти на какие-то уловки. Иногда без этого, к сожалению, невозможно. Такие ситуации бывают. Он всегда тяжелый. Он всегда ставит человека перед определенным выбором. Но этот выбор нужно нужно делать просто потому, что отношения могут закончиться. И вот, чтобы у вас не было такой ситуации, я надеюсь, опыт вы из этого также извлечете правильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!